Глава 3. Конкретика. Конкретика – это любая информация, данная коротко, ясно и понятно, бьющая точно с целью. Звонок в редакцию. Я разместил в вашей газете объявление о пропаже собаки с наградой в 5000 долларов тому, кто её найдёт. Есть ли какие-нибудь новости? К сожалению, не могу сказать ничего конкретного. Ни редактора, ни корреспондентов нет. Все отправились искать вашего пса. Мысли изложены ясно, точно, предметно, определённо. Чётко обозначено – собака пропала. Вознаграждение тому, кто её найдёт – 5000 долларов. Уточнение – нет ни редакторов, ни корреспондентов. И только затем используется слово «все». Давайте прочтём фразу. Твои хозяева выбросили бедный комодик на помойку. Когда вы прочитали её, то ваше воображение сработало моментально. Вы увидели, как хозяева выкинули старенький комодик и как он уныло лежит среди груды мусора. Слово «бедный» породило ассоциацию со старой и ненужной вещью. Слово «помойка» нарисовало груду мусора. И наверняка вы почувствовали неприятный запах. В этом и есть сила конкретики. Она помогает зрителю расшевелить воображение и заставить его видеть образы в своей голове, что даёт нам возможность завладеть его вниманием. Неправильные примеры переводим в конкретные предложения. Новогодний вечер мне очень понравился. Замечательно. Что понравился. Так расскажите об этом подробнее. Конкретизируйте. На новогоднем вечере мне больше всего запомнился конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. Может быть, потому что и заняла первое место. Наша учительница всегда готова прийти на помощь. Чего не хватает? Неужели этот замечательный педагог не заслужил того, чтобы его назвали по имени-отчеству и привели конкретные примеры помощи? В результате получаем примерно так. Наша учительница по актерскому мастерству Лара Шум очень добродушный человек и не раз помогала нам при разборе монологов, съемках проб, получении ролей в кино. Во фразе «Я уже много лет работаю педагогом по актерскому мастерству». Лучше указать конкретные цифры. Я с 1993 года уже 27 лет преподаю актерское мастерство. Давайте обратимся к реальному киносценарию, где увидим четко написанные реплики, как говорится, без воды. Наталья Кулябина, Марина Перевозчикова. Интерьер, квартира Натальи, вечер. Наталья, Марина. Марина приходит поговорить. Наталья проводит Марину в комнату. Там бардак. Видно, что давно не убирались. Сама Наталья в халате. Волосы лежат кое-как, темные круги под глазами. Она зябко кутается в накинутый на плечи платок. Наталья, хрипловато. Проходи. Извинение убрано. Плохо себя чувствую. Простуда прицепилась. И вообще. Марина явно не ожидала увидеть квартиру и Наталью в таком виде. Присаживается на стул, предварительно убрав с него вещи. Наталья садится в кресло. Поджимает под себя ноги, обхватывает руками плечи. Марина. Я по поводу Милы. Она дома? Наталья. У подруги. Марина. А когда придет? Наталья. Она живет у подруги. О, любишь и мильный. Марина замечает хозяйственную сумку возле стола. Узнает свою сумку, подходит ближе, но не решается сразу спросить, откуда она здесь. Марина. Ясно. Значит, толку не будет. Вряд ли они там корпят над домашними заданиями. Помедлив. Наташа, у Милы много пропусков. И по программе она практически ничего не читала. Не готовилась к материалу. Наталья безучастно смотрит куда-то в сторону. Марина. У нас сейчас с этим строго. Наташ, ты меня слышишь? Наталья. Да, я позвоню, проведу воспитательную беседу. Марина с сочувствием смотрит на Наталью. Встает. Марина. Можешь тебе помочь. Порядок навести. Приготовить поесть. Марина подбирает какие-то вещи. Делает вид, что только что заметила хозяйственную сумку возле стола. Марина. Наша сумка. Что, Максим заходил? Максим. Муж Марины. Наталья. Да. Чего ты там принес? Марина выкладывает из сумки на стол ее содержимое. Марина. А мне не сказал. Так. Фрукты, йогурты, лекарства. Полный набор. Даже банка икры есть. Наталья. О своем. Как он мог? Марина оборачивается к Наталье. Наталья. Я все думаю. Может, он не любил меня никогда? Раз так легко ушел. Оставил. Марина. В жизни, конечно, все бывает. Но это не ваш случай. Наталья. Неожиданно раздраженно. Ты-то откуда знаешь? У тебя все нормально. Марина. Отворачивается. Твердо. Просто знаю и все. Учитесь преподносить информацию конкретно, не размазывая манную кашу по тарелке. Это поможет вам развивать воображение у собеседника, заставит его слушать и слышать вашу мысль. Четко рассказывать о себе, выстраивать свои выступления в одной концепции. Домашнее задание. Блюдо из акцентов. Что подразумевается под словом акцент в актерском мастерстве? Это имя существительное, которое вы произносите вслух, мысленно и видите это слово в качестве определенного предмета с помощью воображения. Поговка, звезда, иголка, божья коровка, верблюд и так далее. Задача. Используя минимальный набор акцентов, раскрыть выбранную тему в классе. То есть надо приступить к упражнению с определения темы, например, отдых. Для начала в ход идут только имена существительные. Пример. Солнце, море, песок, женщина, шляпка, очки, купальник, педикюр. Всем сразу стало понятно, какую тему выбрал ученик. Отдых на море, отпуск. Теперь добавляем красок и дополняем рассказ прилагательными. Яркое солнце, черное море, жаркий песок, полноватая женщина, соломенная шляпка, защитные очки, сплошной купальник и свежий педикюр. Затем включаем в наш рассказ глаголы, ведь повествование с этой частью речи добавит яркости в работе нашего воображения. Светило яркое солнце, черное море улыбалось, а жаркий песок обжигал. Полноватая женщина стояла, удерживая соломенную шляпку, защитные очки спадали, сплошной купальник давил и только свежий педикюр стойко держался. Далее есть два пути развития. Первый. Одногруппники придумывают неожиданный финал этой истории. Например, в фильме наступил кульминационный момент и все ждали развязки истории. Или... И эту картину купили за один миллион долларов. Второй. Следующий участник продолжает историю, вплетая свою тему. Последующий игрок продолжает действия со своей тематикой. И так далее. Получится веселая история отдыха дамы с педикюром. На ваше усмотрение разрешите участникам добавлять наречия, дополнительные глаголы или прилагательные, если они действительно будут необходимы. Это упражнение развивает способность конкретно выражаться. Киноленту видения, импровизацию, воображение учат использовать одну концепцию и развивать одну тему. Как конкретно и интересно рассказать о предмете? Используя факты, желательно неожиданные. Попробуем рассказать о носе. Нос дышит. Носы бывают. Картошкой, утиной, орлиной, сломанный, вздернутый, аристократический, любопытный и так далее. Нос шмыгает. Из него бегут сопли и живут козявки. Нос – часть лица. На носу живут очки. Умеренно выступающий нос. Повесть Гоголя – нос. Держать нос по ветру. Нос, как у Буратино. Несу и свой нос в чужие дела. Следующий пример об указательном пальце. Палец имеет три фаланги и ноготь. Указательным пальцем указывают, подзывают. Выковыривают козявки из носа. Это второй палец с кисти. Находится между большим и средним пальцами. Приложенный вертикально к губам означает требование тишины. Сексуальный подтекст. И так далее. Теперь попробуйте также рассказать о любом предмете, попавшемся вам сейчас на глаза, или о части тела. Если это по какой-то причине сложно для вас, то зайдите в интернет и выпишите точное определение, факты и подробности о выбранном вами объекте. Краткий конспект, которым вы можете воспользоваться при рассказе, рассмотрим на примере маркера. Физические свойства и характеристики. Форма, цвет, материал и так далее. Функции маркера. Например, по назначению рисовать. Не по назначению. Использовать как подпорку для помидоров или указку. Для кого будет полезен этот предмет. Личные истории, связанные с ним. История предмета. Где производят, как производят, кто его придумал. Сравнение с другими похожими предметами. Например, маркер можно сравнить с ручкой, карандашом, фломастером. Как выбранная вещь влияет на окружающую среду. Как долго разлагается и что выделяет. Как влияет на животных. Например, если собака лизнет маркер, что с ней станет. Хранение, срок годности, утилизация. Какие известные личности пользуются предметом и в каких целях. Например, маркером подписывают свои книги и плакаты. Ценовой сегмент. И так далее. А если убрать слово маркер. То увидим, что все эти пункты можно отнести к совершенно любому предмету. Не обязательно использовать все перечисленные пункты. Следует придумать короткий и точный рассказ. Обязательно сделайте аудиозапись и прослушайте ее. Во время слушания определите, работает ли ваше воображение. И видите ли вы то, о чем говорите. Конкретный равно запоминающийся. Конкретные идеи запомнить легче. Возьмем отдельные слова. Эксперименты показали, что люди лучше запоминают конкретные, легче визуализируемые существительные, велосипед или помидор, чем абстрактные, юриспруденция или персона. Перед вами набор предложений. Потратьте 5-10 секунд на каждое. Не спешите прочитать все разом. По мере перехода от предложения к предложению, вы заметите, что, вспоминая разные вещи, испытываете разные чувства. Вспомните столицу Канзаса. Вспомните первую строчку любой песни, которую хорошо знаете. Вспомните Мону Лизу. Вспомните дом, в котором провели большую часть своего детства. Вспомните определение истины. Вспомните определение арбуза. Дэвид Рубин, когнитивный психолог из университета Дьюка, использует этот пример, чтобы проиллюстрировать природу памяти. Каждое предложение запускает разную умственную деятельность. Вспоминания столицы Канзаса – абстрактный пример, если только вы не живете в самой топике. Напротив, когда вы думаете о знакомой песне, то в вашей голове может зазвучать голос певца и первые звуки музыкального сопровождения. Слова Мона Лиза, несомненно, вызвали в памяти визуальное изображение знаменитой загадочной улыбки. Фраза о доме способна пробудить целый ряд воспоминаний. Запахи, звуки, визуальные изображения. Вы даже могли представить, что бегаете в этом доме, или вспомнить, где любили сидеть ваши родители, и запах сирени весной. Определение истины может вызвать некоторые затруднения. Вы однозначно понимаете, что такое истина, но, вероятно, у вас нет заранее сформулированного определения, чтобы излечь его из памяти, как было с Моной Лизой. Вам нужно на лету сформулировать определение, которое бы совпало с пониманием истин. Определение арбуза также может вызвать некоторые колебания. Слово «арбуз» немедленно вызывает сенсорные воспоминания, полосатую зеленую корку и красный плод, сладкий вкус и запах, тяжесть целого арбуза. Затем вы можете почувствовать, что ваши колебания переключаются по мере того, как вы пытаетесь перевести ваши сенсорные воспоминания в определение. Большой, круглый, сочный, сладкий плод огородного растения из семейства тыквенных. Большая советская энциклопедия. Чем конкретнее вы говорите, менее абстрактно, тем более понятно собеседнику, тем более запоминающимся вы становитесь, потому что, рассказывая что-либо, вызываете у него визуальное изображение и сенсорное воспоминание. 5, 4, 3. 5. В помещении, где вы находитесь, отыщите 5 объектов, на которых можно визуально сосредоточиться. Опишите их максимально конкретно, обращая внимание на детали. Например, не стена, а солнечный зайчик в нижнем правом углу стены. Не лампа, а яркий зеленый абажур лампы. Рассмотрите их фактуру, свет, материал. 4. Затем сформулируйте 4 телесных ощущения, которые вы испытываете прямо сейчас. Каждое из них тоже нужно проговорить про себя. Чувствую края рукавов на запястьях, стопам прохладно стоять на полу, правая нога чешется. 3. Дальше отметьте 3 звука, которые вы слышите прямо сейчас. Например, птицы поют, едут машины за окном, за стеной разговаривают коллеги. я в ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА 3. Воэт. Продолжение следует... П외хождение.